Привет из Беларуси! Сколько стоит рассада? Рассада, выращенная вашими собственными руками. С одной стороны, это очень сложный вопрос, а с другой, всё довольно просто. Ну, себестоимость – это отдельная тема. Сколько вы затратили, всё туда посчитать, но даже если у вас рассада золотая, серебряная и бриллиантовая, вы не продадите её дороже общей цены на рынке. Итак, цену диктует рынок, именно тот рынок местный, на котором вы собираетесь её продавать. Потому что ни я, ни кто-то другой вам не скажет цену, которая будет в этом сезоне, на том рынке, на котором вы собираетесь продавать свою рассаду. Конечно, бывает такая ситуация, что вы понятия не имеете, сколько это всё стоит, и собираетесь в этом году уже выйти на рынок. Тогда можно сделать так. Можно накануне заслать человека, или самим поехать, или заслать разведчика, чтобы он посмотрел, что и по каким ценам там продаётся. Если такой возможности нет, значит, с утра надо пробежаться по рядам, расспросить. Пока вот выгрузились, расспросите, посмотрите, сколько что стоит, и поставьте соответствующую цену у себя. Есть ещё один такой приём, которым я пользуюсь каждый год. Я всегда отслеживаю оптовую цену на рассаду. Это сделать очень легко через интернет. То есть, когда во второй половине апреля у нас, допустим, уже появляются оптовые цены, которые дают в интернете большие какие-то комбинаты или крупные крестьянско-фермерские хозяйства по оптовым продажам. Там обычно написано там 500 штук, 200 штук, 1000 штук, но неважно. Вот у нас республика небольшая, поэтому вот такая оптовая цена, она как бы общая для всех. Иногда оптовая цена к концу сезона тоже немножко падает. Ну вот тенденция у нас последних лет, что в принципе она держится и не падает совершенно весь сезон. Ну, вероятнее всего уже она просто оптимальная по сравнению с расходами, и ниже её опускать нет смысла. А возможно и нет переизбытка рассады, потому что вы знаете, да, что спрос рождает предложение и спрос диктует цену. Если большое перепроизводство, а спрос маленький, то, соответственно, вы не можете продать свою рассаду дорого. и вам придётся её продавать по тем ценам, которые есть. Это вот одна из таких опасностей в нашем деле. Потому что вырастить – это не главное. Главное – уметь продать то, что вы вырастите, и на этом заработать. Вот. Ну, в любом случае нам нужно заработать, потому что мы с вами с этого живём. Значит, оптовую цену мы с вами договорились, где её можно посмотреть. Я, кстати, ей активно пользуюсь. И у нас здесь все знают, что даже если в начале сезона кто-то приезжает, организация там и прочее, какое-то учреждение, им нужно посадить клумбу, там нам 300 надо штук, допустим. Там 150 красных, 50 синих и 100 белых, допустим. Вот. Конечно, они получают растения по оптовой цене. Мне это выгодно. Я таким образом быстро продаю. У нас же с вами товар живой, за ним же ещё нужно ухаживать после целого дня продаж на рынке. Поэтому мне, конечно, проще так. Я быстрее продаю и быстрее освобождаюсь от работы. И организациям и учреждениям тоже очень выгодно, что они покупают на месте, им не надо никуда ехать. Это же надо выписать шофёру командировку, заправить машину. А тут они подскочили, на месте купили и тут же высадили. Вот. Значит, вот этим способом я часто пользуюсь. Потому что организации и учреждения, когда собираются покупать цветочную рассаду, они, как вы думаете, где по ценам они ориентируются? Вот именно там в интернете они тоже смотрят, сколько стоит в этом году, допустим, та же петуния. И потом они уже приезжают с готовой ценой в голове. И когда вы её им озвучиваете, их это очень радует. Вот. И они готовы уже потратиться. Та же цена оптовая у меня есть и для обычных покупателей, которые берут много для себя. Ну, допустим, там 20 штук, 40 штук, 50 штук. Конечно, почему бы такому покупателю и не продать по оптовой цене? Далее. Цена, она может быть разная в больших и малых городах на рынке. Да. Там, где больше денег, там и цена больше. У нас, допустим, в столице может быть на петунию цена в начале сезона 2 рубля, а в маленьких городах рубль 50 или рубль 20. И тут ничего не поделаешь. Потому что там, где есть большие деньги, там можно и продать товар подороже. А где нет денег у людей, будешь стоять с этим товаром очень долго. Есть разные техники, так сказать, назначения своей цены. Кто-то держит высокую цену, ему удаётся продавать, а кто-то с самого начала назначает среднюю цену, потому что вы знаете, что есть, да, у нас обычно три цены бывают. Самая первая цена высокая, а потом в разгар сезона она немного снижается, и в конце сезона уже приближается к оптовой. И оптовая тоже, в свою очередь, снижается. Так вот, кто-то держит вот эту среднюю цену всё время и не снижает её. И любой покупатель знает, что он в начале придёт сезона, там в середине и купит всё по одной цене. Кто-то смотрит за рынком и снижает постепенно эту цену. Но тут надо тоже смотреть, что вам будет удаваться. Насчёт демпинга, потому что, наверное, многих это будет интересовать, да. Вы, когда выходите в начале своей деятельности с рассадой, вполне возможно, что она не будет такой качественной, как у других продавцов. И вам просто придётся снизить цену на неё. Ну, это как бы неизбежно. Если у вас рассада хуже объективно, то вы продаёте её дешевле. Или, допустим, вы хотите демпинговать, чтобы убрать там какого-то конкурента. Если это большой рынок, то ваш демпинг могут не заметить. Конечно, если это маленький рынок, и там 3-4 продавца, там вполне возможно побороться таким способом, особенно против перекупчиков. Когда они закупают партию товара, а вы сбиваете цену, они сбрасывают эту партию, и следующую им невыгодно уже покупать. А вы можете потом свою цену вернуть опять. Но здесь есть опасность. Потому что если покупатель привыкнет у вас покупать по низкой цене, то потом его будет трудно убедить покупать у вас уже по нормальной цене. Понимаете? Тут есть свои особенности, и нельзя этим пользоваться бесконечно. Иначе вы просто из этого демпинга не выберетесь сами. И вынуждены будут продавать все время по низкой цене. Будьте аккуратны в этом деле. И вообще, конечно, все приходит с опытом. Вы все увидите, как только начнете торговать. В первые же дни вы во всем разберетесь, и все поймете, и что почем. Надо сказать еще о таком эксклюзивном товаре. Если, допустим, у вас какая-то позиция только у вас на рынке, и большему кому-то, то можно смело на такую позицию повышаться. У каждого из нас должен быть свой путь в цене и в умении продавать. И в том, как мы и что продаем. Так что я не думаю, что я вам что-то такое посоветовала и помогла, но хотя бы, может быть, вдохновила вас на продаже нового сезона. Так что у меня о стоимости продажи все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.